Но почему, почему, почему был светопор зеленый? Если говорить вообще с точки зрения психофизиологических особенностей организма, то на самом деле в таймере заложена такая очень важная штука, это отсутствие статики. Оксана Онищенко за рулем уже несколько лет, но смотрит на эту ситуацию прежде всего как психолог. Ведь многие вещи не так просты, как кажутся. Так вот, взгляд человека, например, лучше концентрируется на движении. Все-таки движение, оно является более важным для нашего организма в плане контроля, нежели цвет. И, ну, какой риск может быть, допустим, на шестой светофор, если он будет уже красный, я не попаду на мигающий зеленый, да, а попаду именно на красный, то я могу его просто не заметить. И вот, ну, конечно, здесь рисков, связанных с аварийностью, намного выше, нежели в другой ситуации, когда мы видим движение цифр. Но дорожники уверены в обратном. Цифры смущают и путают водители. В департаменте городского хозяйства решили, секции с обратным отчетом времени нужно демонтировать и перенастроить. Их убрали уже на 18 светофорных объектах на левом берегу и на трех на правом. А сейчас возвращают. Красного не будет, будет зеленый. А почему вам объясняли? Ну, посчитали, что так безопаснее, когда зеленый считают, а красный не считает. А вы лично так считаете? Я, нет, я считаю, что с красным лучше. Но делать надо. Но делать надо. Сотрудники фирмы «Брисцентр», что занимается установкой светофоров, с решением чиновников тоже не согласны. Но работа есть работа. Что происходит, почему таймеры сначала устанавливали, а сейчас убирают, не поняли и красноярские водители. Безусловно, с обратным отчетом времени всегда удобнее. Вообще-то лучше, когда он есть. Чем лучше? Ну, удобнее, рассчитываешь, как говорится, время. Вот у меня, например, автомат, если долго стоять, я на нейтраль ставлю. Если нет, педаль тормоза держу. Рассчитываешь время, проще управлять. Поняли, почему отключили логику властей? Нет, не понял. По информации отдела мониторинга уличной дорожной сети, таймеры с обратным отчетом начали устанавливать в 2008 году. За три года обустроили 48 перекрестков. На это ушло 8 миллионов рублей. Потом устанавливали уже новые модели светофоров, где таймер идет автоматически. Так вот, 7 лет все было нормально. А летом 2015-го от ГИБДД поступила информация, что стали происходить аварии именно из-за обратного отчета. Мол, водители ориентируются на табло, а не на сам светофор. При этом конкретной статистики нет. Даже если это одно, единичное, то есть в любом случае есть такой латентный характер, где эти ДТП не были предусмотрены. Но тем не менее, даже при общении со своими знакомыми, даже я сам поймался один раз на мысли, что я ориентируюсь на табло обратного отчета, а не на красный сигнал. Мы связались с производителями таких светофоров. Оказалось, о том, что где-то отказываются от таймера на красном сигнале, там впервые слышат. Вот эти отчеты сделаны именно для того, чтобы не стартовали. Хуже, когда водители стоят и, как говорится, газовать начинают, и не зная, когда закончится отчет, они рвут вперед по своим личным ощущениям. Может, у вас какой-то психовный водитель один попался, не на тот сигнал рванул, а вас сейчас пытаются в систему это ввести. Может быть, какой-то самодур попался, не совсем адекватный. Однако в департаменте городского хозяйства заявляют, мы такие не одни. Вот в Санкт-Петербурге, например, тоже отказываются. Мы дозвонились и до северной столицы, и там действительно есть обратный отчет только на зеленом сигнале. Был такой опыт печальный, ну, давно, где люди путали просто-напросто красный табло обратного счета времени с зеленым, например. Либо, да, это приводило к каким-либо поспешным действиям при движении. И, наверное, логика в этом есть, но к красноярским чиновникам все-таки возникает вопрос. Вот не хотели бы в этом провести, я не знаю, опрос общественного мнения, опрос водителей, потому что вот сейчас все водители негодуют, им удобно. Вопрос в том, что именно вопросы безопасности дорожного движения в соответствии с федеральным законом и безопасности дорожного движения – это приоритет государства. Может быть, все-таки стоит задуматься о составе этих людей, которые там работают, и вынесения предложений на общественные обсуждения. То есть общество должно видеть решения, вносить свои предложения, естественно, на основании всех внесенных предложений принимать уже поставленное решение, которое будет взвешено и со стороны автовладельцев, и со стороны правил дорожного движения, и со стороны безопасности дорожного движения. В общем, хотели как лучше, а получилось как всегда. А ведь можно было просто сначала объяснить, привести статистику и аргументы, спросить мнения автомобилистов, а уже потом демонтировать светофоры. Но у чиновников один ответ – все по закону, спрашивать не обязаны. Дарья Тарасенко, Виталий Суботин. Воскресные новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова